это короче ребята виктор живет в нью-йорке именно в бруклине вот именно тот самый бруклин который я терпеть не могу и вообще ненавижу весь нью-йорк мы давайте попробуем с ним поговорим пусть он что-то может он опровергнет расскажет как там хорошо что-то у него тут а он горит машина у меня работает заглушил виктор слушай ты мне расскажи вернее нам всем вот я все время обсираю нью-йорк говорю что это помойка и все такое я тебя вот хочу поспрашивать именно как жителя нью-йорка который там прожил сколько лет это расскажите микрофон передам микрофона у меня нет второго потому что я не думаю что я у кого-то интервью буду брать поэтому с одним микрофоном себя будем делиться но я приехал давно уже уже скоро будет возраст христа как я в нью-йорке в каком году девяносто втором это было первое место жительства не мы были в нью-джерси чуть-чуть а потом нью-йорк но это совсем ну вот я в нью-джерси был какой там скажем полгода и перебрались перебрались потом бруклин так получилось сейчас конечно совсем совсем все это другое они не в смысле грязи или чего-то просто с работой стало намного труднее тогда народу меньше было бруклин сейчас к сожалению происходит такое понятие как я бы сказал кита и зация то есть были итальян и итальянские районы где жили итальянцы сейчас они полностью меняются на китайские уже бруклин есть свой чайна-таун так он там не был не никогда а это манхэттен манхэттен и чайна-таун сто лет существует бруклине чайна-таун никакого никогда не было и а сейчас есть и довольно большой постоянно разрастается и они теснят коренных жителей кто там жил там же это испанские районы были ну как испанские испаноязычные не то что там мексиканцы всякий доминиканцы пуэрто-рико и потихоньку они их отжимает отжимает застройка плотно и я я бы сказал сейчас наверное на миллион больше бруклин живет чем 30 лет назад каждые 10 лет точно 200-300 населения увеличивается при всем при том что домов сколько было столько осталось но если есть где пустые места они строят большие там билдинги но это сильно не меняет ситуацию а сам брайтон биш там утра через русскоязычные жили а грязь там один узбеки ну 6 5 6 брайтон там я бы сказал там вообще грузины оккупировали очень много грузинов и узбеков тоже много но узбеки как правило на брайтоне не живут они заменили бизнес и потому что люди которые приезжали там 50 одесситы все они на пенсию дети выросли и выучились все стали адвокатами кем угодно и папины мамины бизнес и все колбасные они не поддерживают и они на пенсию ходят все вот эти рестораны ты их тоже помнишь националь все же это закрылась ммм они все продали они все продали я свято место пусто не бывает там где был и магазины это был русский базар сейчас этот магазина как его там с одной на одной же улице один ташкент с другой самарканд это бывший русский базар сейчас самарканд есть но он переехал он был он раньше был на брайтоне а сейчас он переехал и так как книжки никто не покупает я вчера мимо проходил просто прошел он больше торгует этими сувеник как сувенирный магазин стал не там есть книжки но не как раньше он он был громадный раньше у них и база была магазин был вот как как вот этот билдинг большой но ну да вот чего так не увидишь в нью-йорке вот такой красоты кубку гор и и воздух здесь другой я приезжаю сюда отдыхать а вот я все время поношу я громче говорю чтобы слышно было я понял это будет хорошо я понял я все время обсирает от нью-йорка рвет помойная яма как вот люди привыкают ко всему как бы туда приехал он так таким не был да он стал намного грязнее просто городу не везет последние лет 12 с мэрами последний нормальный мэр был джулиани потом два срока был другой мэр но более-менее ничего миллиардер мини-трамп который был миллиардер и зарплату него всего был один доллар вот он был мэром города а потом был или помню динкинс потом был деблазио вот при деблазио все покатилось вниз был такой очень либеральный человек и он распустил все и полицию все прочее ну и вообще да конечно манхэттене до манхэттене сейчас не знаю есть районы где лучше как бы ты превращается в такой знаешь очень много наркоманов и всего прочего все равно несмотря ни на что люди живут ну вот я например сколько с нью-йорка встречала людей ни один все до одного живут в аренде ты тоже в аренде же не менеджер а у тебя что если не секрет дом у меня свой дом у меня свой уже 25 лет был не выплатил выбрать выплату а выплатил ну там таксы большие очень ну таксы конечно сравнить ну ну в бруклине не такие большие но но скажем так когда я покупал дом налог был 1600 а сейчас 7 но он дом то не поменялся он какой был такой остался и размер земли и все остальное спасибо за это просто сильно растет я не знаю вы здесь его у вас в такс включен этот школьный налог ну наверное у нас он очень большой то что у тебя может быть детей нету но так как у тебя дом допустим если дом односемейный то из этих 7000 3000 это школьный налог уходит уходит board of education здесь же у вас нет board of education там как гора но но в городе это есть структура городская то есть туда входят все школы они выделяют дети там на этих самых вот эта часть очень сильно выросла за эти годы очень сильно она была ну скажем если при покупке из 1600 она была всего 600 долларов те годы а сейчас она три там тысячи чем-то а если тебя двухсемейный дом то у тебя соответственно будет в расчете что там вдруг во второй квартире еще дети есть как бы на обучение все это берется и платит его все неважно есть у тебя дети нету тебя дети у меня вот дети уже последняя младшая учится еще в школе а эти ты уже выросли и уже все но оплатишь все равно платишь по факту поэтому люди здесь и меняют жительство очень часто то есть пока дети маленькие платят больше налоги в лонг-айленде там очень хорошие школы там безумные налоги у меня у товарища ну дом конечно побольше но реально у него стоимость меньше чем нашего налоги там 16000 17 то же очень хорошая школа а когда дети вырастают все школу закончил пошел университет тебе уже нет смысла там жить зачем тебе платить такие налоги если твой ребенок уже воспользовался школы поэтому там и живут 10-15 лет живут продают и уезжают поэтому среднеамериканец и меняет 3 3 дома за свою жизнь из-за детей дети пока растут живут в районах делать получше школы если есть возможность оплачивать потом дети вырастают и также весь и брайтон разбежался понимаешь там сейчас одни пожилые молодых фактически нет я вчера позавчера я был у бабушки 102 года до живут еще но в билдингах живут у них хотя это пятиэтажки ну там нет пятиэтажек пятиэтажки были в россии в америке 4 или 6 4 6 здесь нет пятиэтажных домов нигде может быть современной постройки где-то вляпают пятиэтажный потому что им не разрешили по зонингу построить шестиэтажные а вся постройка до 70-х годов стандарты такие четыре этажа сейчас даже новые все строится четыре этажа уже с лифтами а все эти старые даже есть дома которым больше ста лет шесть этажей без лифтов что здесь в америке трудновато 6 этажей потому что здесь этажи выше поэтому тебя чтобы подняться запыхать поэтому когда я сервис ставлю иногда бывает лифт сломался это нам же надо инструмент таскать понимаешь что лифт это лифт это здесь одноэтажная америка там и на бруклине такой даунтаун высокие дома много а так я бы сказал 85 процентов два-три этажа ну тебе нравится больше где в нью-йорке и все-таки нашим не она у роди 1 одно одно дело нравится не нравится как будут на пенсию выйти конечно я уехал сюда просто супруга моя никак я же пытался здесь купить еще давным-давно просто она какой-то причине не хочет ну кто как любит кто привык там город здесь здесь деревня не в том смысле деревне что ты огород держишь и сажаешь я имею ввиду что размеренный ну жизнь размеренная не такая сумасшедшая как там там если грубо говоря там вообще в нью-йорке можно без машины обойтись но у меня например 3 4 машины это на это хлам вообще не смотрели так одна машина только ради того чтобы парковку держать все время вот это я на ней езжу всего раз в неделю у нас же чистка там раз в неделю вот вот улице у тебя раз в неделю на два часа в день нельзя парковаться или на правой стороне или на это там ну один скажем четверг на правой стороне пятницу это и едет машина чистит улицу и ты должен свою машину поставить в параллельный паркинг или найти другое место если ты ее оставил тут же за ним едет полицейский сразу тебе билетик билетик расскажи что-то нашим колхозе тут делся секрет ну я не знаю я работал вот с этой компании долго и ты же наши машины возил мы когда-то машинами занимались а это так я хобби ничего ничего сейчас это денег не приносит сейчас не приносит я же не дилер машины это так чисто ну вот что тебе рассказать я не знаю брукли не для всех все что я могу сказать просто нас так получилось мы попали туда больше 30 лет назад и уже попали попали хотели я реально-то собирался в нью-джерси дом покупать когда мы смотрели ну супруга родители там живут бабушка ее жила знаешь и так не получилось так так и застряли так и живем так потом работа ник ну ты уже как бы а то что вот это пробки вот эти постоянные разбитые дороги 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 разбиты не это только может быть последний я говорю это вот пандемию так сильно не делалось так дороги более менее нормальный пробки ну да пробки если просто ты живешь ну как сказать вот я работаю в организации там допустим у меня из 100 человек 80 они родились и выросли бруклине но они все уехали в лучшем случае стоит он айланд потом пожили продали дома в нью-джерси уже все вот за детей за школы родились и выросли там и вот они ежедневно по 40-50 миль ездят на работу там где они родились то есть казалось бы попробуй найди работу там но не всегда эта специальность востребована и необходимость есть в другом месте где ты можешь адекватно за такие же деньги найти и поэтому люди за работу держатся если уезжает то не сильно но и сейчас когда-то было время когда мы приехали это был бум все шли в программисты и но потом это кончилось потом 2000 год прошел и много много людей выскочила из этой области а знаешь как бруклине там конечно грязно и это но по крайней мере работа до сих пор и можно найти строительстве да там упала потому что когда-то я по приезде я тоже работал и по этим всем постройкам и по всему прочему сейчас очень мало строится свежего потому что нету места все все что было уже застроилась редко где-то они там что-то выкупят и дом построит и там так строится быстро эти билдинги шесть месяцев и все готово ну и 40 этажные максимум полтора года от начала до конца и все уже люди заселяются все очень быстро поэтому как бы раньше я я думаю контракторы кто работал было как-то ну больше работа было сейчас поменьше ладно слова хорошо уже темнеет наверное у тебя плохо и мне нужно тут кое-что закончится я побежал всем привет все ребята вот такое интервью получилось поехал я домой уже темно мне холодно стало я уж замерз лайки ставьте пишите что вы думаете поэтому мракобесию подписано славика соединенных штатов постоянно отписка отсутствует неделя-две проходит подписку отписывают приходится подписаться заново что делать хотим знать как где везде они как где везде не как в россии а как там у них ну чем сравнить то всем сравнить где мы живем то нахожусь санкт-петербурге отписывают постоянно от него и не только от него еще от многих блогеров которые находятся санкт-петербург в этом соединенных штатах прошу прощения перепутал соединенных штатах на многих подписан постоянно отписки месяц-два постоянно отписки оксида всем все хорошие всем пока до новых встреч